Именно поэтому на эту роль ты, мне кажется, более всего подходишь. Городничий, Хлистаков, Бобчинский, Добчинский и актёры школьного театра студии «Индига» вживаются в роли нового спектакля. Про подходы? Собираться плетней. Слухи распускают. Театр-студия работает в 4-й школе по качеству самого открытия учебного заведения в 2005 году. За это время на сцену выходили сотни учеников. Приходят дети, записываются, встают в очередь за ролью. Конечно, предпочтение мы отдаём опытным артистам. И приглашаем некоторых из детей, которые записались в список, и нам, если кого-то не хватает, мы их приглашаем. В этом году удастся обновить костюмерную. 200 тысяч рублей потратят на покупку театральной одежды благодаря победе в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». А ещё приобретут головные микрофоны, благодаря которым юные актёры получат свободу движения на сцене. И, конечно же, актёр бы хотел где-то взмахнуть руками, но микрофон в руке – это неудобно. И вот теперь мы уже будем пробовать вот эти шесть микрофонов для главных актёров, где уже можно будет немножко и не только что-то сказать, но и выразить эмоции руками и немножко по-другому себя почувствовать, более уверенно. Многочисленные дипломы коллектива свидетельствуют об успехах ребят на конкурсах и фестивалях в Сургуте, Санкт-Петербурге и других городах страны. За эти годы юные актёры вместе с режиссёром выпустили 25 спектаклей. Особая гордость педагога – поступление одного из учеников в ГИТИС. Когда, например, у меня случалось что-то, какие-то плохие ситуации в жизни, и я знаю, что вот у меня сегодня будет репетиция, я просто с удовольствием ходила. И также каждый раз ждала, когда же Львов Григорьевна пишет, что сегодня репетиция. Бывает то, что надо что-нибудь скрыть, он мне помогает это сделать, потому что, ну, иногда на театре надо тоже как бы поменять себя, потому что, допустим, ты там хороший, добрый человек, а далее тебе персонажа там злого и нехорошего. Это как бы в жизни помогает и в школе тоже познание даёт. Роль – это, можно сказать, ты играешь не за другого человека, ты играешь просто как и его, и самого себя. Ты должен играть, то есть не только его, ты должен ещё играть и самого себя тоже. То есть видеть себя в этом персонаже. В ближайшее время ребят ждёт пора активных репетиций. Свою новую работу они будут готовы представить зрителям уже в марте. Ирина Гончарова, Михаил Адвахов. Наши города.